так добрый день добрый день уважаемые партнеры друзья все кто сейчас смотрят прямом эфире кто будет смотреть записи мы проводим последний вебинар в этом году по дубликации и у нас как раз получаются две заключительные темы которые мы рассматриваем в рамках этой такой большой такого большого глобального направления скажем по дубликации и так кто будет смотреть первый раз меня зовут федорова любовь я являюсь региональным куратором латвии уже эксперт с большой достаточной командой поэтому делюсь своим опытом как работаю я как построила команду и так мы понимаем что у нас в рамках дубликации есть 8 задач 8 таких направлений которые мы осваиваем для того чтобы самим успешно работать чтобы у самих все получалось как бы нам того хотелось и чтобы передать свой опыт своей команде своим приглашенным партнером которые тоже хотят остаться в проекте поддерживать его и носить какой-то вклад и так мы уже рассмотрели за последние два месяца такие темы как постановка целей работа с контактами как мы создаем книгу как мы с ними работаем о планировании временем управление временем телефонных звонках и телефонном этикете что является основным побуждающим фактором для людей чтобы подниматься и делать что толкает их к определенным действиям и какие есть психотипы как мы проводим презентацию с учетом этих психотипов и сегодня мы поговорим о том как же мы поддерживаем помогаем сопровождаем свои команды своих людей своих партнеров которых мы пригласили и небольшое такое сказать равно час потеряла слово алгоритм к такой можно сказать математический алгоритм как мы работаем с возражениями как нам относиться к возражениям потому что для многих это самая больная тема как только мы встречаем возражения сразу теряемся и не знаем как ответить таким образом нашему собседнику кажется что мы совершенно некомпетентны в этой теме и так по порядку начнем с сопровождения и поддержки и так мы знаем что существует определенная схема по которой мы дублируем всю систему работы мы можем быть в команде хорошего спикера в команде хорошего партнера который сделал большую команду которого очень хорошо получается он большой лидер и мы хотим работать так как он но мы понимаем что очень сложно повторить все за этим человеком для того чтобы ну вот прям скопировать его да это это невозможно но есть определенная система по которой он работает и мы эту систему повторяем мы можем посмотреть какие-то фишки мы можем записать какие-то фразы рабочие которые действительно работают но тем не менее все равно это не будет четкое повторение этого человека это будет повторение системы его работы и так она состоит из четырех шагов мы говорили о приглашениях о том как мы подаем информацию то есть как мы берем обратную связь у людей да и вот когда мы понимаем что человек согласился принять наше предложение согласился поддержать проект согласился работать в этом проекте то мы переходим к четвертому шагу это вовлечение в систему поддержки так на одну секундочку похоже у нас какой-то сбой так я прошу проще так идем дальше что такое что входит у нас в наш четвертый шаг это знакомство с кабинетом с его разделами то есть мы рассказываем как устроен наш личный кабинет мы говорим о нашем маркетинг плане конкурсах и наградах потому что те люди которые не просто будут поддерживать проект захотят работать выстраивать свою какую-то команду делать какой-то свой бизнес им в обязательном порядке нужно понимать и маркетинг и как это работает показываем где находятся наши реферальные ссылки как работают наши платежные системы также официально показываем где находятся наши youtube каналы как они называются для того чтобы информацию люди брали только оттуда потому что очень много есть информации которую кидают наши партнеры сами записывают какие-то ролики и эта информация может быть немножечко неправдивая она может быть немножечко приукрашенной и поэтому поэтому нужно в обязательном порядке давать только правдивую информацию и она на наших сайтах дальше после знакомства с проектом получается так что с обеих сторон еще присутствует определенное радостное воодушевление то есть человек понравился такой да классно я хочу да и поэтому нам очень важно сосредоточиться на всех дальнейших шагах которые мы сделаем для того чтобы довести нашу встречу до конечного результата то есть что мы дальше делаем надо понимать прям целый процесс да что мы делаем потому что есть такая статистика успеха в последующих встречах и сделках что если мы дали информацию человеку о проекте и он хочет подумать естественно кто то может сразу загорается и говорит да все я иду я иду с тобой мне нравится вот то если мы ему позвонили после получения информации буквально в тот же день в течение 24 часов то 70 процентов того что человек будет с нами если мы оставляем после просмотра вебинара после того как мы прислали какие-то определенные ролики если мы оставляем на второй четвертый день его то есть звоним ему где-то на второй четвертый день то процент того что это человек включится с нами уже падает и это уже будет 23 процента если же мы через неделю только к нему обращаемся да и говорим но как тебе понравилась информация которую ты там посмотрел неделю назад или 10 дней назад и вебинар который ты прослушал то есть вероятность что он вообще не подключится потому что так статистика такова что только семь процентов вспоминают эту информацию говорят да действительно я кроме вебинара еще посмотрел материалы да я иду с тобой я буду поддерживать проект мне это понравилось почему так происходит не потому что ему не понравился проект а потому что он получил информацию у него возникли какие-то вопросы он может не решился сразу позвонить может быть решил позвоню позже ну а то подумать что я там ничего не понял может быть у него не было времени самому к нам обратиться и за эту неделю за эти 10 дней нашелся кто-то кто сказал слушай у меня такой классный проект идем послушаем презентацию и этот партнер понимает ну вот я получил одну информацию сейчас я получу вторую информацию я тогда выберу потому что в два проекта я точно не пойду и он выбирает второй потому что там его не оставили там ему дали еще информацию еще спросили обратную связь понимаете поэтому как говорится не позволяйте остыть своим клиентам если ему понравился проект то мы предпринимаем все дальнейшие шаги для того чтобы он был с нами вот существует таких три основных этапа поддержки клиентов можно так разделить наверное первое это знакомство второе сопровождение индивидуальное и третье это сопровождение всей команды это те навыки которые мы должны которыми мы должны владеть что такое знакомство есть три категории партнеров это потребитель продавец и строитель бизнеса потребитель это будет тот который поддержал проект получил свой пакет произвел инвестицию до получил свой пакет и говорит ну вот я теперь посмотрю что из этого выйдет будет интересное еще предложение там как вы перейдете на другой этап будут хорошие новости но ты мне звони я еще может быть какой-нибудь пакетик возьму все эти люди занимаются у них есть свои дела у них есть свой может быть бизнес им больше ничего не нужно и они не ну не хотят не хотят не строить команду ничего не горит мне мне так хорошо все это потребитель это первая наша группа которая у каждого из нас команде в обязательном порядке такие люди есть второй это продавец это тот который вот ему нравится продавать он будет выстраивать бесконечно первую линию ему понравится процент по маркетингу который дает первая линия и ему будет совершенно безразлично что там внутри у него есть такое вот желание просто продавать да и такие люди могут быть очень активно я вам скажу что я сама была именно таким человеком я сначала пришла как потребитель потом прошло ну буквально там я не знаю несколько дней я поняла нет это такой хороший проект я обязательно должна рассказать своим близким людям и у меня получилось что начала очень широко выстраиваться первая линия вот но потом когда я так как я была не сетевиком и не понимала что значит строить нам глубину какую-то структуру еще что то то как то я этим даже не интересовалась ну и когда я начала интересоваться когда место до меня стала доходить информация я поняла что да нужно работать из глубины тоже то есть нужно просто расширять свою команду и ширь так скажем во все стороны вот и поэтому я очень быстро перешла из категории продавец категорию строитель бизнеса да и поэтому наша задача когда мы познакомимся со своим партнером и выясним кто он возможно сделать какие-то шаги для того чтобы перевести его в другую категорию из потребителя в продавца из продавца может быть строители бизнеса вот это как раз тут и пригодятся наши навыки когда мы учимся правильно сопровождать поддерживать клиента своего сопровождение индивидуальное что это значит ну если это просто потребитель то мы ему помогаем сделать инвестицию мы помогаем ему оформить сертификат получить выписку из реестра но в обязательном порядке то есть мы все это но контролируем да и даем полностью все ответы на все вопросы и полностью представляем свою помощь но если этот человек хочет работать и строить команду то конечно же мы можем давать ему первое задание проверять как он их выполняет вместе с ним попробовать поставить цели распланировать следующие шаги дальше когда у него начнут появляться люди в команде то показывать и помогать и проводить может быть даже самому индивидуальную работу с лидерами из глубины есть такое что где-то там третьем четвертом уровне появился человек и мы видим что сделал он достаточно хорошую инвестицию но наш наш приглашенный с ним шапошно может как знаком то мы ему предлагаем давай мы созвонимся давай мы его пригласим на беседу и возможно мы ему вот мы ему расскажем какие у нас есть возможности какие у нас есть предложения потому что возможно что он чего-то не знает да я когда-то сама в глубину писала людям которых естественно не я пригласила но я тогда видела все их имейлы видела всю свою команду я писала им письма что я руководители вот этой всей структуры что вы у меня в команде и у нас есть очень хорошие новости то есть давала несколько хороших новостей спрашивала нужна ли вам помощь и было так что люди откликались отвечали мне говорили да вот я того не знаю того не знаю меня просто так пригласили я вот как-то ничего не знаю но мне хотелось бы что-то узнать да и тогда человек как сказать мы оживляли нашу работу оживлялась команда это тоже очень полезно самим проработать глубину если это не ваши личные приглашенные таким образом вы показываете своему партнеру с первой линии как нужно работать и сопровождение всей команды это очень очень важная вещь первое когда вы только начинаете вот первого приглашенного вы зарегистрировали у вас есть с ним контакт как только вашей команде появляется третий человек создавайте группу создавайте группу в каком-то из мессенджеров договаривайтесь где будет удобно и давайте информацию своим людям и договоритесь чтобы они каждого своего приглашенного добавляли в эту же группу это очень важно чтобы все были информированы все члены команды ваши были информированы мы можем делать и сами с рассылки но на сегодня наверное это для людей будет немножечко неприятно потому что у нас так много разных рассылок приходят так много разного спама приходят что дополнительная смс к может немножечко может даже разозлить поэтому очень важно добавлять их в чат и это будет с их согласие и всю информацию подавать через чат и проводить какие-то собрания сейчас благо можно в зуме бесплатно на 30 минут 30 до 45 минут комнату открывать и делать какие-то небольшие собрания для своей команды неважно происходит что-то в регионе или не происходит просто всегда на связи держать свою команду предлагать им посетить какие-то мероприятия какие-то тренинги семинары даже если это не связано с нашим проектом да может быть это личностный рост может это какие-то интересные психологические курсы или какой-то семинар психологический просто вместе проводить время а лучше всего вот сейчас уже теплое время закончилось но не за горами уже весна то выезжать на природу вместе и проводить какие-то мероприятия может быть на природе вот как мы с латвийской своей команды у нас есть такой такая традиция два раза в год мы в обязательном порядке обычную презентацию проводим где-то на выезде то есть мы снимаем небольшую территорию какую-то где-то в каких-то замках вот у нас в этом году мы замок ездили то мы ездили в сад сирени нам там разрешили устроить пикник здесь была экскурсия был пикник было неформальное общение были новости да то есть мы говорим какие-то новости по проекту то есть мы говорим что это выездная презентация или выездной семинар но туда обязательно в порядке входит и отдых развлечения мы иногда устраиваем какие-то конкурсы какие-то подарки всегда есть то есть просто совместное приведение досуга поддерживает нашу команду в ресурсном состоянии им хочется общаться мы даем им эту возможность и тогда они заряжаются энергии друг от друга и лучше тогда работают очень важно держать линии связи открытыми что это значит то есть быть всегда на связи обязательно выполнить обещания какие-то если мы дали обещание команде или партнеру своему то есть там на email может быть мы что-то обещали прислать может быть созвониться обещали дать какую-то информацию какие-то ролики то есть в обязательном порядке а быть на связи потому что но всегда могут нас о чем-то спросить вот люди там оплату делают что-то не получается да и если они позвонили спросили вы им ответили разъяснили все работа пошла а очень часто бывает что как это маленькая зазубрина в работе вот что-то не получилось и меня не поддержали а я звонил мне не ответили а сказали перезвонят не перезвонил все не хочу больше с ним работать да есть такое к сожалению ну люди все разные но даже не к сожалению просто люди все разные разу всех разные характеры и с каждым по-разному нужно общаться поэтому если мы на связи если мы открыты к общению к помощи то это только плюс нам нашей команде и нашим партнером каждому лично вот можно собирать какую-то полезную информацию и о проекте а можно не только о проекте например мы знаем что там у нас есть какие-то коллекционеры какие-то любители выставок вдруг мы узнаем что где-то какая-то здоровская выставка будет и мы сразу в чат пишем ребятки будет вот такая вот выставка я знаю там татьяна и василий у нас вообще любители художники они любят там то-то сета но давайте пойдем все вместе или вот идите кто там хочет вот даем просто информацию вот чтобы этот чат он не был только таким знаете только информационно направленный на бизнес да можно в этом чате завести такую традицию поздравлять с днем рождения людей когда мы добавляем нового человека мы можем собираем о нем информацию какую-то можем туда делать какие-то поздравлялки вот это тоже очень положительная эмоция которая помогает людям сплочить сплочаться сдружиться но только как раз что нам нужно потому что мы создавая как мы говорили структуру это такое знаете слово холодная да лучше сказать команду потому что всегда говорят в сетевом бизнесе нет команд здесь каждый работает на себя мы работаем немножко по-другому мы все делаем одно большое благое дело поэтому мы все-таки команда и это очень остро ощущается когда мы приезжаем из разных стран на семинары или же встречаемся на экофесте когда из разных стран на разных языках говорящие люди обнимаются рады друг друга видеть и да мы тогда не структура мы команды мы реально команда мы семья да мы даже иногда говорим что мы большая skyway семья у также очень важно говорить людям что если вы не знаете как сделать какое-то первое предложение какой-то первый шаг но нет еще опыта да вот новичок говорит у меня есть очень классные люди но я не знаю как им сказать тогда мы попросите у них связать вас с этими людьми то есть вы как третье лицо как специалист как профессионал можете встретиться сделать встречу на троих и поговорить и помочь своему партнеру пригласить в его команду нового человека это тоже тоже очень важно вот хочу пару слов сказать о конверсии потому что для того чтобы и мы могли понимать как нам работать и поддержать и научить своего клиента мы должны понимать что такое конверсия очень коротко это соотношение выполненных действий конечному результату то есть если взять на примере об обычного какого-то сайта то вот например что тысяча человек это люди которые увидели рекламу сайта из них 600 человек перешли на этот сайт по рекламе 200 человек там написали какой-то комментарий оставили какую-то заявку чтобы им прислали предложение которые например продает этот сайт там товар какой-то да и 20 человек это люди которые совершили покупку на этом сайте таким образом мы можем сказать что у нас конверсия 2 процента из тысячи людей которые увидели эту рекламу 20 человек все-таки что-то там купили и поэтому когда мы это понимаем мы будем понимать на каком этапе что и как мы должны делать чтобы наша конверсия росла чтобы процент нашей конверсии все время возрастал и для этого существуют такие определенные фазы вовлечения то есть наш процесс когда мы приглашаем человека в бизнес когда он совершает мы совершаем сделку давайте так скажем да вот то есть от поиска потенциального инвестора то есть мы думаем из какой группы как мы сделаем это предложение потом у нас происходит первое общение первый звонок затем у нас происходит презентации мы делаем предложение и инвестиции если разделить вот этот весь процесс на пять таких этапов то нам как раз нужно четко понимать какие действия какому этапу соответствует и тогда мы можем просчитать для успешной работы мы можем просчитать какой в нашей работе при наших знаниях при наших возможностях какой средний цикл вовлечения сколько времени мы тратим на то чтобы вот выбрали человека если у нас произошла сделка да сколько времени на все это тратится и сколько на сегодняшних дней у нас уже вовлечены в эту работу да сколько у нас сегодня потенциальных инвесторов и на какой они фазе то есть если мы будем это понимать то нам тогда будет проще работать потому что если мы вот сделали презентацию сделали презентацию сделали презентацию проекта но дальше ничего не идет значит мы понимаем либо мы плохо сделали презентацию что-то не договорили либо мы на следующую фазу неправильно перешли неправильно сделали предложение да то здесь мы можем покопаться если мы увидим что у нас каждый человек застревает на определенной фазе то здесь мы можем подумать что нам нужно доработать что я делаю не так да я приглашу своего высшего спонсора чтобы мне немножечко помог с этим разобраться вот этот вот весь процесс когда он запускается от выбора человека до совершения сделки он называется дорожка успеха но так его условно назвали да то есть найти сообщить дать информацию провести первую встречу рассказать показать и сделать инвестицию и вот у нас каждый человек который уже знает о проекте например но еще не сделал инвестицию он он у нас является вот этой дорожкой успеха и вот сколько у нас таких дорожек на сегодняшний день запущено очень полезно сейчас подумать перебрать еще раз тех людей которым мы когда-то сделали предложение но которые не дошли до сделки не довели мы до сделки продумать почему у нас так много людей не дошли до сделки на каком этапе каждый из них застрял я когда узнала эту методику я прям выписала всех людей с которыми я когда-то переговорила о проекте я выписала все 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 имена и проанализировала этому я столько дала этому я столько вот рассказала такую 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 информацию вот и мы тогда можем четко видеть где у нас до какого момента у нас доходит каждый из наших партнеров и тогда у меня получилось что у меня было 22 или 24 человека сейчас не помню потому что давно это было и понятное дело что вот эти 22 человека они все остались просто где-то в воздухе висеть потому что их настолько много что я уже не могла вспомнить кому и какую информацию дала кому и там что пообещала вот и статистика говорит о том что для продуктивной работы нам важно вот вот этих дорожек успеха запущенных и где не поставлена точка должно быть не больше шести не больше шести двадцать это это очень много вот и потом я брала каждого отдельный человек еще раз перезванивала еще раз рассказывала новости но естественно кто-то категорически говорил нет я уже вычеркивала ставила прочерк все этого я больше не трогаю а кого-то я все-таки доводила до логического конца да то есть когда мы проработаем все вот эти дорожки успеха которые у нас на сегодняшний день запущены это я говорю не для абсолютно нового человека а для того который уже давно работает и у него вот где-то что-то не стыкуется что-то не получается вот когда мы их проанализируем и каждого из них доведем до какого-то логического завершения вот тогда мы уже будем как говорится контролировать сколько таких дорожек у нас запущено и не надо делать больше шести лучше с этими шестью людьми прорабатывать потратить еще на них побольше времени для того чтобы это завершить и тогда брать нового человека у нас есть в людей которые я точно вот знаю это у нас один из человек в латвии даже назову именно эрнест и мраеву в эстонии которые действительно умеют работать вот они берут одного человека и вот пока они не дадут ему полный расклад пока они не дадут ему полную информацию чтобы человек сказал либо да либо нет они не приходят к следующему то есть они действительно работают добросовестно работают с одним человеком как с партнером по бизнесу и это тоже очень правильно может быть нам может показаться что это долго работать с одним но это очень продуктивно на самом деле потому что да мы пригласили человека в бизнес это наш партнер и мы ему должны полную дать картину полную информацию для того чтобы он принял свое решение вот поэтому очень советую еще раз просмотреть сколько у нас дорожек успеха запущено на данный момент потому что 90 процентов нашей победы это тщательные точные последующие действия это вот именно наша поддержка это наше сопроводение нашего партнера нашего клиента иногда бывает так что ну я не знаю с чего мне начать ну вот у меня вроде бы есть команды вроде неплохая команда не знаю вот хочу сейчас командой поработать вот вам несколько вопросов которые возможно натолкнут вас на какие-то мысли и на какие-то действия задайте себе эти вопросы вообще считаю ли я себя наставником или там руководителем структуры или там лидером команды своей сколько партнеров мы команде то есть я знаю точно или нету это это нам покажет насколько мы как бы глубоко погружены сколько лидеров и сколько мастеров моей команде скольких партнеров я сопровождаю на данный момент со сколькими лидерами и мастерами я так я не познакомился потому что на самом деле очень полезно знать своих людей даже там в четвертом пятом шестом каком-то уровне сколько активных партнеров из моей команды принимают участие в мероприятиях и обучениях то есть когда мы понимаем что команда 500 человек а моих было только 22 на каком-то там слете то да действительно я могу сказать я плохо информирую свою команду значит нужно собрать своих лидеров собрать своих мастеров сделать какое-то собрание сделать какую-то рассылку предложить вместе разработать какую-то концепцию как нам эту нашу команду взбодрить там или еще что-нибудь то есть вот я вам подаю такие подсказки что сделать с командой что сделать ну еще как сопровождение как поддержка скольким партнером день я делаю звонки потому что это тоже очень важно звонить поддерживать хотя бы предлагать свою помощь вот и запомните что нет плохой презентации есть плохое сопровождение этот эту картинку я ставлю и я наверное ее не не поменяю когда я буду об этом говорить о сопровождении потому что если мы допустим посадили цветок мы дали ему шикарную землю поставили его на окно где есть солнце где открывается окно тут поступает свежий воздух мы налили отстойную лучшую воду блейку поставили рядом с ним и вот мы казалось бы дали все этому цветку чтобы он рос и благоухал но если мы не будем подходить и не будем брать лейку в руки и не будем поливать этот срок он не будет расти у него есть земля у него и солнце них посе вода рядом с ним но если мы не будем поливать он не будет расти поэтому здесь также мы поступаем со своими партнерами, со своими приглашенными, мы их холим и лелеем, как цветочки, мы их поливаем, мы их поддерживаем, мы им помогаем во всех их процессах. Вот это что касается поддержки. Дальше поговорим о работе с возражениями. Для того, чтобы мы могли работать с возражениями, в первую очередь нам нужно владеть информацией и аргументацией. У нас должны быть аргументы на все виды возражений, скажем так. Конечно же, мы сможем работать с возражениями в том случае, если мы знаем проект, если мы знаем информацию, знаем историю проекта, знаем достижения, которые есть на сегодняшний день, вот, и если у нас будет уверенность в том, что у нас все хорошо. Такие возражения, которые мы встречаем вот в первую секунду, я их вообще не называю возражениями, я их считаю, называю считами, когда человек просто быстренько так отгораживается, так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, мне жена не разрешит, мой муж не согласится, нет-нет-нет, все это не то, ой, это не заработает, это рухнет столько всяких проектов, и было и рынок уже полный, куда вам туда еще соваться, и вообще у меня нет времени с этим заниматься, если мои друзья узнают, что я куда-то опять влезла или в лес, и все, они будут с меня смеяться, и вообще у меня нет денег, и вообще мне кажется, что это пирамида. Вот, это счеты, их можно даже иногда игнорировать, можно вообще не обращать на них внимания, вот, потому что мы понимаем, что если человек говорит, у меня нет денег, мы говорим, да подожди, я же тебе предлагаю не потому, что у тебя есть деньги, а именно потому, что у тебя нет денег, потому что здесь можно заработать, да. На пирамиду мы вообще понимаем, что на сегодняшний день, когда говорят про пирамиду, для меня это самое простое возражение, которого раньше я очень боялась, а сегодня я с простотой рассказываю вообще, что такое пирамида и чем пирамида отличается от любого сетевого бизнеса. То есть то, что выстраивается структура в виде пирамиды, это вообще ничего не значит, потому что там, где нет продукта, а есть, нет, ну, продукт, это может быть и товар какой-то, и услуга какая-то, да, это все продукт. То есть если нет продукта, и туда несите только деньги, то да, это финансовая пирамида, потому что ниже, вышестоящие получают вознаграждение от того, что ниже стоящие просто принесли деньги. Если есть хоть какой-то продукт, неважно, вы его намазали, вы его съели, вы получили просто услугу, вам там что-нибудь, массаж какой-то сделали, или как в данном случае мы становимся совладельцем технологии, что в дальнейшем мы становимся полноценными акционерами, да, это тоже продукт, то все, здесь уже и вообще речи не может быть ни о какой пирамиде, потому что, соответственно, своим деньгам мы получаем, ну, товар, да, товар-деньги. Вот, поэтому здесь вообще, как бы этого бояться не нужно. Вот, для того, чтобы не встретиться с какими-то там аргументами, или возражениями, или, может быть, их минимизировать, очень важно, как мы начнем. То есть, первый такой шаг, ну, как говорится, шаги профессиональной аргументации, да, чтобы мы выглядели профессионалом, нам необходимо создать атмосферу взаимопонимания. То есть, мы рассказываем о проекте, мы рассказываем свою историю, как мы узнали о проекте, как мы среагировали, как мы себя повели, как вообще вы вот восприняли, потому что я, например, когда меня пригласили на презентацию, я сказала, стоп, я знаю ваши презентации, я знаю, как вы там с такими эмоциями обрабатываете людей. Человек на эмоциях тут же делает какую-то первую покупку, делает регистрацию, потом приходит домой и думает, блин, что я наделал, куда я там опять залез, куда я там опять ступил. Поэтому говорю, никакой презентации, я не пойду ни на какую презентацию, вот дайте мне название этой фирмы, дайте мне имя этого конструктора гениального, который это все сделал. Я сначала это пройду. Но мне хватило 20 минут, чтобы я перезвонила. Но когда я пришла домой, начала изучать, мне хватило 20 минут, чтобы я перезвонила и сказала, все, я иду. Я иду, все, я буду в этом проекте, это все, это мое. Вот. Поэтому очень, ну, вы тоже расскажите, расскажите, как у вас это прошло. Когда мне говорили, что нужно строить структуру, там я вообще войну прошла, я сказала, какую структуру, какая структура, мне ничего не надо, я хочу быть акционером, я хочу то и все, все, у меня есть деньги, я не буду никого сюда тащить, оставьте меня в покое. То есть я прям всеми руками и ногами сопротивлялась, я никого не буду приглашать. Потом подумала, подумала, как не пригласить, как не помочь. Во-первых, мне хотелось всей душой Юницкому помочь, во-вторых, мне хотелось всей душой радоваться за своих людей, родственников, друзей, потому что я рада, что у меня вот будет, да, потом, допустим, потом, потом в будущем у меня будет пассивный доход, там, пожизненный, я детям своим будущее обеспечу, думаю, блин, надо же еще тащить своих людей. То есть пошло так. Ну, а потом, когда я начала получать первые по маркетингу, первые вознаграждения и понимать, что я тут же их могу реинвестировать и как бы все меньше и меньше своих личных денег вкладывать, которые я зарабатываю, допустим, в другом месте, то есть я поняла, о, так а команду создавать, это здорово, это классно. То есть, да, я тоже прошла через, вот у меня были разные эмоции, то есть помочь Юницкому, да, всей душой сразу, а строить команду и делать какую-то работу еще такую, я прям очень долго сопротивлялась. Вот, поэтому все, все мы люди, мы каждый, если вы расскажете свою историю, то наш собеседник поймет, что вы, да, такой же человек с какими-то эмоциями, вот если у него сейчас что-то возникло, да, мне тоже как-то не очень сразу понравилось, да, то он понимает, что, да, все мы люди, каждый вправе пережить такие эмоции. Вот, дальше, когда мы рассказываем о проекте, делайте, проанализируйте, правильно ли вас поняли, правильно ли дошла та информация именно в том виде, как вы хотели ее подать, да, переспросите, удостоверьтесь в чем-то, используйте какие-то, задайте вопросы, потом, если надо, разъясните, уточните, расскажите, вот, как для данного человека, возможно, были бы, какие возможности более благоприятные, да, вот какую работу ему хотелось бы больше выполнять, чтобы заработать, там, пассивный доход, активно участвовать, то есть вы сначала задаете все эти вопросы, и дальше уже, когда вы правильно дали первичную информацию, естественно, у человека уже меньше будет возражений, потому что вы уже, ну, как бы в дискуссии в какой-то, да, вы уже в диалоге, потому что есть на самом деле три причины возражений, первый, когда человек сомневается в целесообразности покупки, то есть ему не хватает аргументов для принятия решения, он думает, будет ли от этого польза или не будет, да, ему, он как бы запрашивает у вас дополнительные аргументы для принятия своего решения, вот, второе, это потребность в сборе дополнительной информации, ему вроде бы нравится, но он хотел бы еще вот тут, вот, подстраховаться, вот такую еще информацию получить, вот об этом еще узнать, чтобы удостовериться, что, да, мое решение все-таки правильное, вот, поэтому мы задаем ему вопросы и выясняем, какой информации ему не хватает для того, чтобы вот дать ему, предоставить эту информацию, ну, и третье, как она, как ее назвали, маркетологи, вежливый отказ, да, то есть это когда он вообще не хочет об этом разговаривать, то ли он почувствовал давление какое-то с нашей стороны, то ли его вообще ничего такого не интересует, он имеет право отказаться, нам главное понять это и не тратить себя, не растрачивать свои силы, чтобы вот там что-то ему доказывать, потому что существует три типа людей по отношению к делу, по отношению к постановке цели или к достижению своей цели, вот как люди к этому относятся, то есть есть игроки, есть аутсайдеры, есть зрители, то есть игрок – это тот человек, который понимает, что такое цель, понимает, что такое идти к этой цели, поднимает, что такое трудности, что он, если взять, как бы перепроецировать это на хоккей, то человек падает, он понимает, что если я упал, я должен встать и идти дальше, да, то есть с этими людьми достаточно легко работать, потому что они быстро схватывают и дальнейшие шаги, там его не надо тянуть, его не надо подсказывать, он сам будет задавать вопросы. Я уже говорила на прошлом вебинаре, когда мы говорили о психотипах, то игроки, они относятся к психотипу командиров, да, командир игрок – это вот, можно сказать, одна категория людей. Когда мы начинаем ему делать презентацию, а он нас начинает перебивать и задавать какие-то вопросы, то есть мы понимаем, что я ему еще не дорассказал, я ему хотел еще вот это красиво расписать, а он мне уже задает вопрос, так, а что тут, а как нужно вот это делать, а какой вот тут вот заработок, это здорово, потому что человек уже все понял, человек уже все схватил, все это перед нами игрок, перед нами деловой человек, который уже практически принял наше предложение, он просто уточняет некоторые нюансы, поэтому если человек, который вас перебивает, но задает абсолютно по делу вопросы, радуйтесь, значит, это перед вами игрок. Аутсайдер – это человек, который играл, это в прошлом был игроком, сегодня он наблюдатель, потому что он потерпел неудачу и немножечко сломался, немножечко отступил. С таким человеком тоже можно поработать, понять, в каком месте у него была неудача, возможно, это был какой-то сетевой бизнес, в каком месте, на чем он споткнулся, что у него пошло не так, и можно проработать, потратить немножко времени и энергии для того, чтобы из аутсайдера перевести его в категорию игрока. Но есть люди-зрители, вот когда идет хоккей по телевизору, этот человек, у него там попкорн, у него там чипсы, у него пиво, и он все знает, он знает, как играть, он там кричит на этих игроков, он им подсказывает, это, как мы их называем еще в нашем бизнесе, это такие диванные советники, диванные критики. Да, очень важно распознать такого человека, потому что он будет нас возражениями, скажу такое слово, доканывать так, что у нас вот голова будет квадратная, но тем не менее, он будет заранее понимать, что он не примет наши предложения, он просто будет издеваться, условно говоря, над нами, задавать провокационные вопросы. То есть вот это нужно нам распознать и не тратить на него ни время, ни энергию, ни позволять ему высосать из нас вот то, что потом нас, как говорится, обесточит, и мы потом с такими опущенными руками подумаем, что, боже мой, сколько я этому человеку сейчас отдал, я не могу идти к следующему, потому что мне нужно подзарядиться, потому что он меня прямо опустошил. Поэтому очень важно различать этих людей и просто не тратиться на них. Потому что возражение – это абсолютно нормальное явление. Люди имеют право сомневаться, имеют право не хотеть принять наше предложение на каком-то этапе или вообще имеют право не принимать наше предложение, но не интересует его это. Поэтому нам нужно научиться абсолютно нормально, спокойно к этому относиться. Вспоминая статистику, опять-таки, что из 100%, 20-30% нам в обязательном порядке скажут «нет», не примут наше предложение, и это будет абсолютно нормально, это будет абсолютной нормой. Поэтому, когда нам говорят «нет», ну, нет и нет, конечно. Не надо ломаться, не надо расстраиваться из-за этого. Существует статистика, мы ее учитываем. Поэтому, когда мы говорим, нужно писать список из 100 контактов или из 200 контактов, то это тоже нормально, потому что чем больше список мы составим, учитывая 20-30%, которые скажут «нет», категорическое, у нас останется больше людей, с которыми мы можем поработать. Что мы вообще, как мы относимся к возражению? Первое, мы осознаем, что это возражение имеет место быть. Так как я сказала, статистика и все остальное. Дальше, мы принимаем это, что человек в чем-то сомневается. И дальше нам нужно понять, задать ему вопрос, в чем он именно сомневается, и нейтрализовать. То есть дать ему какую-то аргументацию, нужную в данном случае, для того, чтобы нейтрализовать вот это сомнение. Это как... Я, наверное, все время один и тот же пример привожу, потому что он очень понятный. Если у нас есть полный кувшин под завязку, наполненный водой обычной, а мы хотим сделать из нее какую-нибудь вкусную, сладкую, ароматную, ну, ароматный напиток, мы понимаем, что нам нужно добавить туда сироп, а сироп добавлять некуда. Поэтому нам нужно немножечко отлить воды, освободить место для сиропа и добавить туда сироп, чтобы у нас получился нужный нам вкусный напиток. Так и с возражениями. Если человек наполнен сомнениями и каким-то негативом, то что бы вы ни говорили, туда ничего не поместится, пока он не выплеснет. Мы должны дать ему возможность этого выплеснуть, рассказать, что его гложет и в чем у него недоверие. И потом мы только добавляем наш сироп, то есть добавляем свои аргументы. Ну, а какие, где мы берем, какие у нас базовые группы аргументации? Первое – это характеристики качества самого транспорта, это безопасность, экологичность и так далее. То есть характеристики, что, как выглядит. Дальше – выгоды. Какие выгоды есть для людей, для природы, для себя лично, как участника проекта, для человека, который будет потом ездить на этом транспорте. Мы понимаем, какая выгода, что это очень экономичный вид транспорта будет. Очень доступный, без пробок, без аварийности. И какие у нас есть доказательства. На сегодняшний день нам ничего не надо придумывать, нам ничего не надо приукрашать. Мы просто берем наш эко-технопарк в Минске, мы берем инновационный центр в Шарже и рассказываем, что у нас там есть, сколько у нас этапов. Благо, мы сейчас уже заканчиваем 14-й этап, дождемся эко-феста в конце января, и тогда узнаем просто ошеломляющие новости о наших этапах. Поэтому, как сказать, аргументов у нас очень много. Если вы новичок, изучайте. Если вы уже человек, который прошел определенный период с проектом, то нам вообще нечего бояться, потому что мы действительно знаем, с чего все начиналось, как мы все это прошли, до чего мы дошли и какие у нас есть на сегодняшний день достижения. То есть на сегодняшний день действительно, кто прошел, определено, хоть несколько этапов с компанией, не знаю, мне кажется, мы уже не боимся никаких возражений. И мы очень быстро распознаем людей, которые хотят принять участие, а хотят поддержать проект, а которые не хотят, а хотят просто задать какие-то провокационные вопросы и испытать силу моей нервной системы или еще что-нибудь в этом роде. Да, мы тоже уже имеем такой опыт, мы их очень быстро распознаем и просто иди себе с Богом, как говорится. И вот что хочу, несколько слов сказать, что существует некий алгоритм, такой как математическая формула, как выстроить разговор, когда мы получаем какое-то возражение. Он состоит из шести таких, можно сказать, этапов. Первое – присоединение, объяснение присоединения, то есть мы присоединяемся к позиции клиента, приводим факты, аргументы. У нас всегда есть цель нашего диалога, мы никогда не забываем об этом, у нас есть цель в любом нашем действии, в любом нашем звонке и также вот в диалоге, да, у нас есть все-таки цель, мы хотим пригласить человека на встречу, чтобы он там выслушал, допустим, информацию о маркетинге, или о новых предложениях, там или еще, то есть мы его хотим пригласить на какую-то вот такую более широкую беседу. Вот, ну и окончание взаимодействия, как мы эту беседу закрываем, да, но это может быть прямо на примере одного возражения, ну, например, ну, вот он думает, что ничего у нас не получится, он говорит, ну, это все провалится, да, вот обманут, обманут, соберут деньги, уйдут обманут, и все. Вот, смотрите, что такое присоединение? Это когда присоедините к мнению клиента, согласиться с мнением клиента, которое он только что выразил, выразил, дать понять, что оно имеет место быть, тем самым мы снимаем сопротивление с того, что мы скажем ему дальше. Вот, мы говорим, Владимир, очень хорошо, что вы об этом заговорили. То есть все, я согласилась, что правильно, что ты сомневаешься. Все, у него сразу не возникает никакого сопротивления. То есть, ну да, смотри, она соглашается, я оказывается прав. Дальше. Объяснение присоединения. То есть, мы усиливаем эффект этого присоединения, объясняем, откуда такое мнение вообще у людей может быть. И это покажет, что мы на самом деле принимаем и учитываем такую точку зрения и с уважением относимся к собеседнику. То есть, мы ему говорим, я тоже считаю, что при выборе финансового партнера в первую очередь важна его репутация. Он же сказал, там обманут, деньги соберут, обманут и уйдут. И мы говорим, да, все правильно, вы правильно, что вы сомневаетесь, потому что я согласна, что при выборе партнера в первую очередь важна его репутация. То есть, я объясняю, почему я тоже согласна с этим. Но и дальше мы приводим факты, которые относятся к этому возражению. Вот. И нам нужно приводить только известные факты. что-то мне тут непонятно написано, вот. И апеллируем только теми цифрами, которые мы точно знаем, да, то есть мы приводим факты. Но компания, СВЦ, на рынке с 2015 года, у нас более 400 тысяч человек из 210 стран мира, они стали нашими партнерами. У нас есть 19 международных выставок, или, скажем, больше уже 19, да, испытательные центры в двух странах, более 10 видов подвижного состава. То есть мы факты, факты, факты. И дальше мы приводим аргумент в свою пользу, в пользу компании, в пользу нашего проекта. То есть он должен перекликаться вот с этими фактами, иначе логическая не идеолога будет потеряна. Поэтому мы говорим, и имея такие регалии, и такие результаты, мы не готовы рисковать своей репутацией. То есть когда мы достигли такого большого успеха, когда мы так много сделали, когда мы столько денег потратили уже, зачем нам сейчас рисковать репутацией, собирать остаток денег, остаток денег, потому что мы видим, сколько уже денег потрачено, они не лежат где-то у кого-то в кармане, да, поэтому мы говорим, имея такие результаты, и мы не готовы рисковать своей репутацией. И переходим дальше к цели. Мы же приглашаем его на какую-то живую встречу или на онлайн какую-то встречу, или мы уже договорились о том, что будем делать регистрацию. Мы тут же предлагаем ему уже какую-то дату. И мы говорим, поэтому я приглашаю вас на живую встречу, после которой мы сможем зарегистрироваться, и на эту встречу более подробно рассказать вам, как вместе с нами инвестировать, какие результаты можно получить. И тут же мы спрашиваем, как вам будет удобно, завтра в 14 или в среду в 10. Вспоминаем, что мы, когда назначаем встречу, мы только два времени предлагаем, из двух выбрать легче, потому что предложим мы три, человек захочет четвертое. И окончание взаимодействия – это нам нужно в обязательном порядке зафиксировать договоренность и получить обратную связь, получить подтверждение нашей встречи и попрощаться, пожелать человеку хорошего дня. Поэтому он говорит, да, хорошо, я буду вот в среду там в 14 часов, и вы пишете, отлично, тогда вот там в таком-то мессенджере я приду продублирую все детали встречи нашей, то есть время, дата еще раз, да. Вот. И встречаюсь, прощаюсь с вами до нашей встречи, желаю вам хорошего дня. В конечном итоге, вот сейчас мы подробно разобрали буквально каждое предложение, как мы из одного в другое переходим, и что у нас должно получиться. У нас должно получиться таким образом. Владимир, очень хорошо, что вы об этом заговорили. Я также считаю, что при выборе финансового партнера в первую очередь важна его репутация. Компании социальной рынки с 2015 года. У нас более 400 тысяч человек из 210 стран мира стали нашими партнерами. Международные выставки, испытательные центры в двух странах, более 10 видов подвижного состава. Имея такие результаты, мы не готовы рисковать своей репутацией. Поэтому я приглашаю вас на встречу, там, на живую встречу, на встречу балтийских лидеров, которая у нас сейчас прошла. Чтобы более подробно рассказать вам о том, как вместе с нами инвестировать, какие результаты получить, как вам будет удобно, предлагаем ему время, он нам подтверждает, и мы говорим, ну, отлично, тогда в мессенджере я еще раз продублирую все детали нашей встречи и прощаюсь с вами до вот этого дня. И желаю вам хорошего вечера, желаю вам хорошего дня. Спасибо за разговор. Таким образом, то есть очень важно понять, мы принимаем, подтверждаем, присоединяемся, но тут же приводим аргументы и факты, которые идут в нашу пользу, в пользу нашего проекта. Также при работе с возражениями очень полезно использовать технику Бенджамина Франклина. И не надо ждать, пока нам человек начнет возражать. Мы можем сделать ему презентацию и сказать. И вот смотри теперь. Давай по технике поиграем в такую игру, по технике Бенджамина Франклина поиграем вот мы в такую игру. Берем лист белой бумаги, делим его на две колонки, и на одной стороне мы сами записываем преимущества нашего проекта, преимущества предложения, преимущества заработка, то есть все-все-все, что, как можно, все плюсы, которые мы сейчас несем этому человеку своим предложением. И просим его на второй половиночке записать все минусы. Вот он прослушал, и вот так он видит, какие все-таки существуют минусы. Что это дает? Первое. Если мы давно в проекте, наших плюсов будет всегда больше, чем минусов у того человека, который впервые узнал информацию о проекте. потому что он впервые об этом слышит, и не может он столько минусов найти, если это не сплошной негативщик. Но я уже вам сказала, то есть если это полный негативщик, то мы вообще его уже давно с ним распрощались, мы уже с ним не доходим до того, что мы делаем ему подробную презентацию, мы там выкладываемся. То есть если мы его распознали, мы прощаемся. У меня даже был такой случай, когда мне человек слушает, слушает, слушает. Задал один вопрос, задал другой вопрос, потом открыл телефон, какую-то смс-ку, на какую-то смс-ку ответил. И я говорю, слушай, давай-ка я пойду. Я поняла, что эта информация не для тебя. А почему ты так думаешь? Я говорю, ну я просто поняла, что ты не сможешь этим заниматься. Я говорю, это очень серьезный проект, здесь можно заработать очень большие деньги, но тебе не под силу это будет. Я просто понимаю, что тебе будет не под силу. Он такой, а с чего ты вдруг такое решила? Нет. Почему? Нет, я хочу. Я говорю, ну у тебя нет интереса. Нет, все, все, я хочу. То есть у него такой протест включился. Это что значит, мне не под силу? Это что значит, что я не смогу? Да, но я себя прервала прямо вот на полусловие. Вот. Поэтому возвращаемся к нашей игре. Чем для нас еще полезна колонка вторая, которую напишет наш клиент с минусами? Мы увидим, в чем у него сомнения. И мы поймем, чего ему не хватило, в чем он сомневается, какую ему нужно дать информацию. Это очень полезно для нас. Мы зафиксируем себя одним глазиком, но листочек ему оставляем. Пусть у него останется этот листок, на котором будет плюсов больше, чем минусов. Это тоже немножечко ему, возможно, заставит его еще раз все это перечитать. А мы тем временем поищем еще какую-то информацию, ему пришлем несколько роликов или несколько каких-то фактов, которые будут нейтрализовать его, вот эти вот минусы, его сомнения. И этот листочек тоже может помочь принять ему решение. Положительное решение, так скажем. Потому что мы же приглашаем, нам же нужно положительное решение. Есть еще несколько фраз, которые можно сказать в конце своей презентации, которые тоже помогают человеку принять решение и включиться в работу. То есть мы можем сказать, с тобой или без тебя проект реализуется. Но мне бы хотелось быть с тобой в одной команде. Потому что я знаю, что ты сильный человек, я набираю команду, или я набираю сейчас команду сильных и активных, и зная тебя, я хотела бы, чтобы ты был в моей команде. Это на самом деле очень повышает самооценку нашего собеседника, что мы в него верим, мы понимаем, мы его пригласили в команду. И это помогает ему включиться и, возможно, принять достаточно быстро это решение. Я всегда еще говорю, что если хочешь поддержать проект, то вкладывать нужно ту сумму, которую не жалко потерять, которую тебе не жалко рискнуть. Ты можешь рискнуть, но ты должен понимать, что ты можешь потерять. На сегодняшний день мы можем рассказать, насколько у нас изменилось соотношение рисков, достижений и рисков, но тем не менее, мы все равно должны всегда клиенту говорить о том, что мы можем сказать о том,